Здравствуйте! Это время новостей Сочи в студии Ксения Синявская. Мы расскажем о самых интересных и важных событиях дня. Смотрите в нашей программе. Под постоянным контролем. В Сочи снова проверяют морскую воду. Соответствует ли она санитарным нормам? Нуждалась в ремонте. В селе Каштаны обновили детскую площадку. Сколько было потрачено на ее реконструкцию? Разбился насмерть. Мужчина прыгнул с моста на Мацесте. Что стало причиной такого поступка? Три накопительные парковки организованы в районе Крымского моста. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева площадки обеспечены всем необходимым. Сегодня губернатор прибыл в Темрюкский район, чтобы на месте оценить, как организована работа оперштаба по контролю над ситуацией после ЧП на Крымском мосту. Глава Кубани вместе с руководителем муниципалитета Федором Бабенковым в районе станицы Ахтанизовской пообщался с автомобилистами, которые стоят в пробке. Сейчас водителей, следующих в сторону Крымского моста, направляют на перехватывающие парковки, где работают пункты выдачи воды, биотуалеты и созданы необходимые условия. Вениамин Кондратьев призвал ожидающих проезда жителей и гостей региона сосредотачиваться в специально организованных местах, либо воспользоваться альтернативным маршрутом, ведущих на полуостров через новые регионы страны. Задействовать все возможные парковки ждали после пробудия следования в Крымском мосту. Сейчас на границе Крымского и до Крымского моста. Время, когда вы должны отправлять ателье, а по-другому? Они уже работают сейчас. Эта парковка сейчас переполнится, что будет дальше? Вторая, третья переполнится. Дальше будем ждать решения предельственной комиссии, пока, как возможно, будет возобновить движение через мост. Это, конечно, снижает напряжение. На месте также работают медики, сотрудники полиции, МЧС, Кубань-СПАС и волонтеры. Ну а в Сочи проводится мониторинг мер по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей. В межведомственной комиссии, в которую входят представители администрации Сочи, УВД, Росгвардии, МЧС и Федеральные службы безопасности, ежедневно проводятся обследования пляжных территорий, объектов торговли и санаторно-курортной отрасли на предмет антитеррористической защищенности. Мониторинг проводится по поручению главы города Алексея Капайгородского. В период курортного сезона особое внимание уделяют безопасности жителей и гостей. В рамках мероприятий проверяется исполнение руководителями объектов установок Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в городе Сочи, подчеркнули в мэрии. Работа по мониторингу потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей, торговых объектов, пляжных территорий, объектов санаторно-курортной отрасли продолжается в ежедневном режиме. Нарушения, выявленные в ходе проведенной работы, устраняются в сроки, установленные антитеррористической комиссией. В целом обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей соответствует требованию. Завершено голосование о будущей локации Аллеи Героев СВО в Сочи. В опросе приняли участие 786 человек. Рассматривалось два места – Площадь искусств и Парк имени Фрунзе. Также голосующие могли предложить свой вариант. В итоге 223 человека проголосовали за размещение Аллеи Героев СВО на Площади искусств. 411 отдали свое предпочтение Парку имени Фрунзе. Кроме этого, сочинцы предлагали площадь Флага перед городской администрацией, сквер Комсомольский рядом с Ривьерским мостом и сквер на улице Новогинской, цветной бульвар, а также мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни». Вода в Черном море на всем протяжении побережья Большого Сочи соответствует санитарным нормам. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. На получение санитарно-эпидемиологического заключения поступило около 292 заявления. Такие данные привели в ведомстве. По результатам их рассмотрения выдано 284 документа о соответствии водного объекта для купания. Ну а всего с начала года выполнено более 2700 лабораторных исследований морской воды Азова-Черноморского побережья. Как заверили в Роспотребнадзоре, все они соответствуют санитарным требованиям. В рамках реализации депутатских наказов в селе Каштаны идет обновление детской площадки. Сам комплекс уже давно нуждался в ремонте, о чем долго говорили сельчане. Наш корреспондент Ваник Абрамян узнал, когда завершатся работы и во сколько обошлось обновление детского комплекса. Подстричь траву, заменить старые поврежденные скамейки и столики на новые, установить качели, горки и карусели, сделать резиновое покрытие для безопасности детей. И все это благодаря наказам местных жителей в адрес депутатов городского собрания Сочи. В данный момент идет установка элементов благоустройства детской площадки, также залитие резинового покрытия, ограждения. Село разрослось, жителей много, детишек много. Внесены данные наказа в паспорт ОСС. Также были установлены новые ограждения и напольное покрытие из прочной и безопасной резины, чтобы предотвратить возможные травмы. Теперь площадка не только безопасна, но и очень красиво выглядит. Новые яркие цвета и обновленный дизайн понравятся каждому ребенку. Здесь ремонт уже второй раз проводится. Была старая детская площадка, ее утилизировали, привели в порядок. Сейчас новую площадку забетонировали и идет покрытие сейчас мягкой кровли резиной. А так в поселке в этом году уже третья детская площадка. Я так думаю, что за эти два-три дня тоже до ума доведут строители. В результате ремонта площадка была полностью обновлена и стала соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. Теперь во дворах жителей села Каштаны есть новый детский комплекс. Спасибо, конечно, за площадочку, то, что смотрю, делают. Дети радуются, занимаются. Приходит здесь мужчина, играет в футбол. Внуки довольны, дети довольны. Все хорошо. Только на эту площадку было потрачено более полумиллиона рублей. Также по наказу ведутся работы по реконструкции освещения в детском комплексе в селе Верхнее Николаевское. Депутаты городского собрания Сочи заверили, подобные инициативы будут продолжаться и в будущем, чтобы улучшить качество жизни во всех районах города. Ваня Кабрамян, Дмитрий Петри. Время новостей. В парке Дендрарий прошла экологическая акция. Ее инициаторами стали городское собрание Сочи и региональный координатор партийного проекта «Чистая страна». Участники акции преследовали главную цель – навести порядок на территории красивейшего уголка курорта после обрушившейся на него непогоды. Члены двух общественных советов по реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Городская среда», команда «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России» навели санитарный порядок и осуществили прополку растений. В общей сложности в акции участвовали 125 человек. За время субботника они собрали 50 мешков мусора. Кроме того, что у нас сегодня происходит уборка, у нас также идет и просветительская миссия, потому что мы регулярно проводим эко-уроки. Также и сегодня эко-волонтеры встречают посетителей, проводят экскурсии, чтобы прививать людям любовь к природе. Не только любовь, но и ответственность. Потому что природа, которая нас окружает, ее нужно беречь не только для себя, но и для будущих поколений. Участие в зеленых мероприятиях – осознанный выбор человека, ответственного за мир вокруг. Организаторы акции надеются, что к этому придут и все жители Сочи. Наша идеология – это экология. И с таким девизом мы пришли сегодня на субботник, такой зеленый день, сделать нашу жизнь более чистой и дать природе то, что она дает нам. Убрали активно довольно большое количество мусора. Мы это поддерживаем, приветствуем. Всегда рады любой помощи. Это поддерживает нас, сплочает, помогает нашему городу в первую очередь, помогает нашему населению, нашим жителям. Я считаю, что это довольно хорошая акция, которую нужно привлечь не только нашу молодежь, которая здесь находится, а и остальные города. Оба партийных проекта направлены на создание более комфортных условий для жителей и гостей Сочи. Асальту Легенова, Никита Сусло, Время новостей. В сквере Бытха полиция задержала экс-гипициониста, который демонстрировал свои гениталии. В полицию о нем сообщили неравнодушные граждане и удерживали мужчину до прибытия наряда, предоставив фотоматериал с доказательствами. Правонарушителя доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, ему грозит уголовное наказание. О том, что еще произошло на курорте, расскажем далее. В микрорайоне Бытха на улице Возрождения 14 несколько машин пострадали от упавшего дерева. По словам проходивших мимо людей, они услышали шорох, затем увидели, как дерево рухнуло на автомобиле. О пострадавших не сообщается. Спасатели ЮРПСО выезжали в горно-лесную местность села Семеновка, чтобы помочь мужчине, который получил травму при падении в реку Семеновская щель. Как рассказал сам пострадавший, ветка, за которой он держался, обломилась и он упал. Предварительно 44-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы правой ключицы и бедра. На видео был запечатлен водитель УАЗа, занимающийся джиппингом. При движении он совершил многочисленные нарушения, пренебрегая правилами дорожного движения и техникой безопасности, перевозя детей в багажнике. Возле поселка Джубга мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в автомобиль. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагического ДТП. Это не все новости к этому часу. Смотрите во второй части программы. Родные Василия Маргелова возложили цветы к его бюсту, чем прославился знаменитый военно-начальник. Тест на выживание самку переднеазиатского леопарда выпустили на волю, как она чувствует себя в естественной среде. Плыть с препятствиями в Сочи прошел чемпионат и первенство на открытой воде, как наградили победителей. После небольшой рекламы мы вернемся к новостям. Оставайтесь с нами. Приглашаем на обучение, а также по ускоренной программе с отсрочкой платежа. Государственный диплом о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Всего 3000 рублей в месяц. Наш сайт openvuz.org Если смокинг, то ДС Домат. Семейная стоматология Гермес. Это клиника современных и эффективных решений для здоровья вас и ваших близких. Семейная стоматология Гермес. Курортный проспект 105. Жарко, а у нас полный фреш. Свежие и сочные фрукты и овощи вы всегда найдете в гипермаркете низких цен. Клиника «Уропро». Восстановим ваше урологическое здоровье. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». В эту субботу в Адлерском районе Сочи торжественно возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Василия Маргелова. На церемонии присутствовали не только ветераны воздушных десантных войск, но и семья военно-начальника. «Большое спасибо всем. Вам особенно за такой тёплый приём». Семья Василия Маргелова второй год приезжает в Сочи, чтобы возложить цветы к бюсту выдающегося военно-начальника. Имя генерала Василия Маргелова – одно из самых почитаемых и уважаемых в России. Почти 25 лет он командовал воздушно-десантными войсками СССР и сделал этот род войск незнающим себе равных в мире. Более двух с половиной тысяч сочинцев служили в этом элитном подразделении. Также герой Советского Союза участвовал в финской войне, воевал на фронтах Великой Отечественной, совершая личные, а также коллективные подвиги вместе со своими боевыми товарищами, не останавливаясь перед трудностями. Бюст командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова установлен на Аллее славы в парке Победы в Адлере. В Сочи подвели результаты года архитектуры за первое полугодие. О том, какие изменения произошли на курорте и что еще предстоит увидеть жителям города, в рамках программы подробно рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец. И вот фрагмент интервью. Проблема подтопления на сегодняшний день достаточно очевидна. И в проекте генерального плана одним из важных направлений мы как раз закладывали инженерную подготовку территорий и застроенных частей города Сочи и тех территорий, которые еще будут развиваться. Первоочередно мы закладывали вопрос берегокрепления существующих водных объектов, водных артерий, которые проходят через территорию города Сочи. Также мы предусматривали развитие инженерной инфраструктуры в части отведения ливневых вод и другие берегокрепительные мероприятия. Это касается и набережной, непосредственно морской набережной на всем протяжении города Сочи. А, Дмитрий, давайте обсудим еще социальную инфраструктуру. Как она связана с разработкой генплана? Нужно отметить, что генеральный план изначально задумывался как антикризисный. И основной, одной из главных его задач является развитие социальной инфраструктуры. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». Выпуск самки переднеазиатского леопарда состоялся на территории Кавказского заповедника. Самка по кличке Ачипсе успешно справилась с экзаменационными тестами, показывающими способность хищника к самостоятельному выживанию в естественной среде. Напомню, Ачипсе и ее родной брат Челмаз появились на свет 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопардов Сочинского нацпарка. Их родители Шива и Филоу были переданы в Сочи из шведского зоопарка. По заключению комиссии, хищники находятся в отличной физической форме, их охотничье поведение сформировано в полном объеме. Результаты экзаменационных тестов показали устойчивую реакцию избегания людей и домашних животных на момент выпуска Ачипсе и Челмазу почти по два года. Выпустили первого леопарда, второго, третьего. И вот выпустили самку, по большому счету, выпуск леопарда. Мы выпускаем кавказка. Почему? Уже здесь он был, здесь он существовал. Но самое главное, здесь есть покой, есть охрана, есть питание. Он говорит, кормовая база. Выпуск Ачипсе проходил на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач на территории республики Адыгея. Это место было выбрано с учетом нескольких особенностей. Здесь не так высоко по сравнению с Альпикой. Больше водится мелких животных, на которых охотится леопард. Зимой меньше снега. Нет, нет, нет. Хорошая, хорошая. Хорошая. После подъема дверцы клетки Ачипсы не спешила отправиться на волю. Но спустя несколько секунд, показав на прощание свой дикий нрав, побежала по заросшему лугу. Некоторое время леопард еще находилась в поле зрения. Затем спустилась по склону вниз и скрылась в лесу. На пляже Куба прошел чемпионат и первенство города Сочи по плаванию на открытой воде. В акватории Черного моря разыграли медали на 1,5 и 3 километра, а также в эстафетном плавании 4 по 600 метров. Протяженность пляжа 300 метров – это самая подходящая территория для чемпионата и первенства города Сочи по плаванию на открытой воде. Впервые об этой дисциплине было заявлено на Олимпиаде в 2008 году, где россиянка Лариса Ильченко завоевала золото в плавании на 10 километров. На курорте соревнования проводятся третий раз, и с каждым годом участников становится больше. Сочниц Кирилл Кемаев занимается плаванием с детства. Заняв первенство среди ветеранов, отметил удобство выбранного места. Шикарная организация. Спасибо большое всем, кто у нас организовал этот праздник. Все очень хорошо, безопасно, в стандартном уровне. Только положительные эмоции. На момент проведения чемпионата вода в море прогрелась до 24 градусов. Как отмечают сами участники, Черное море – идеальное место для проведения соревнований. Всего в них приняли участие более 50 человек. Два спортсмена от города Сочи примут участие в чемпионате и первенстве России на открытой воде в возрастной категории от 14 до 19 лет. И на этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Спасатели достают тела погибших из подземного тоннеля, затопленного в результате наводнения. Бедствие в центре Южной Кореи случилось после того, как сильные ливни переполнили реку и разрушилась местная дамба. Сообщается, что в тоннеле в ловушке оказалось около 15 транспортных средств, включая автобус. Погибло не менее 9 человек. Точное число пропавших без вести пока неизвестно. «Если бы власти каждый час проводили брифинг, то семьям было бы проще ждать. Но нам ничего не говорят, мы просто сидим и ждём. Не знаем, что происходит в ходе спасательной операции». Местные жители отмечают, что во время сильных дождей власти должны были ограничить въезд в тоннель. «Я пришёл посмотреть на это, потому что мне кажется, что это могло случиться со мной. Я чувствую, что тоже погиб бы». Сильные ливни вызвали оползни и наводнения в регионе. В целом погибло не менее 30 человек. Почти 8 тысяч жителей получили распоряжение об эвакуации. Хотя проливные дожди летом в Южной Корее бывают часто, в последние годы осадков стало намного больше. Так, в прошлом году на Сеул обрушились самые сильные ливни за последние 115 лет, затопив подвальные квартиры. Президент страны заявил, что некоторые регионы не приняли превентивных мер против экстремальной погоды. Он распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы свести потери к минимуму. Между тем, метеорологи прогнозируют новые дожди. На испанском острове Пальма жители эвакуируют из-за лесного пожара. Свои дома уже покинули более 4 тысяч человек. Огонь тем временем сжёг уже 13 домов. «Видела много пожаров, но такое впервые. Это просто ужасно. Мне позвонил брат, сказал, что нужно уезжать. Я пошла домой, а потом нам сказали ехать. И мы поехали туда, куда нам сказали». Для людей оборудовали эвакуационные центры. «Им предоставят кровать, еду и всё необходимое». Пожар начался в лесистой местности на севере Канарского острова. Он выжег уже почти 5 тысяч гектаров территории. В тушении огня задействовано около 300 пожарных. Им помогают военные. «Мы сделали контрольную линию безопасности от трассы. Потом ниже закрепим другую. Мы проводим прожиг, чтобы когда фронт туда придёт, он попал в чёрную зону, и огонь можно было контролировать». Остров Пальма входит в Канарский архипелаг у побережья Западной Африки. Как и некоторые регионы Европы, он сейчас страдает от экстремально жарких температур. Возможного серийного убийцу арестовали в Нью-Йорке. Предполагается, что свои преступления он совершил более 10 лет назад. В 2010-2011 годах на пляже Гилка-Бич к югу от Лонг-Кайленда в разное время обнаружили тела 11 человек, в основном молодых женщин. Следователям удалось найти улики, которые связывают подозреваемого с тремя убийствами. Правоохранители задержали 59-летнего архитектора Рекса Хойермана. Ему выдвинули обвинение в убийстве трёх женщин, со смерти которых и началось расследование. Мужчина также главный подозреваемый по делу об убийстве четвёртой жертвы. Хойерман жил в 20 минутах езды от пляжа Гилка-Бич, где в 2010 и 2011 годах были найдены тела девяти женщин, одного мужчины и одной маленькой девочки. Полиция сообщает, что по крайней мере пять жертв были идентифицированы как пропавшие без вести проститутки, которые размещали рекламу для клиентов в интернете. Некоторые тела были связаны ремнями или скотчем, а затем завёрнуты в мешковину. Дело ещё не закрыто, это только начало. Прокурор округа Сафолк говорит, что детективы сняли с объедка в пицце Хойермана следы ДНК. Они совпали с образцами, найденными на одной из жертв. Кроме того, отследили пикап подозреваемого, замеченный во время убийств. Были и другие улики. Во время каждого из убийств он использовал для связи с жертвами одноразовый телефон. Мы их отследили. Смогли идентифицировать семь отдельных одноразовых телефонов, которыми он пользовался. Хойерман отрицает все обвинения. Если его признают виновным, ему грозит несколько пожизненных сроков без права досрочного освобождения. Подозреваемый – владелец известной манхэттенской архитектурной компании. У него есть дочь и пасынок. Олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях во время Игр-2024 в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что на них атлеты смогут полноценно отдыхать. Сверху на кровати будет матрас, состоящий из трёх блоков разной жёсткости. Их можно менять местами. Создать правильную комбинацию спортсменам поможет искусственный интеллект. Для этого в программу занесут данные о росте и весе человека, а также о виде спорта, которым он занимается. «Мы все знаем, насколько важен сон для работоспособности». Оргкомитет «Париж-2024» заказал 16 тысяч картонных кроватей у японской компании Airwave. Она уже выполняла такой заказ в 2021 году для Игр в Токио. Кровати доставят в Олимпийскую деревню до июня 2024 года. Такую мебель можно перерабатывать. Но пока планируют подарить её после Олимпиады благотворительным организациям. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года. Этот новый музей в Лондоне полностью переворачивает представление о музеях. Здесь не нужно ходить тихо, и никто не запрещает прикасаться к экспонатам. Совсем наоборот. Шум, игры и веселье только приветствуются. Это пространство создано для детей. Раньше здесь располагался музей детства. Несколько лет назад его решили преобразовать. В семь лет консультировались с детьми разных возрастов, чтобы узнать, что для них важно. Всего опросили 22 тысячи несовершеннолетних. На масштабную реконструкцию потратили 16 миллионов долларов. Музей разделён на три части. Они предназначены для игр, обучения и творчества. «В детстве я была очень любопытна и хотела потрогать экспонаты. Но в музеях это нельзя, поэтому там было скучно». Эту экспозицию создали вместе с детьми, которые пользуются протезами. «Эти дети из-за своего отличия от других чувствуют себя так, как будто обладают необычными способностями. Они хотели это показать. Для них протез – это инструмент супергероя, сверхспособность». Вход в музей для всех бесплатный. «Мы надеемся, что бесплатный вход устранит некоторые барьеры и гарантирует, что даже в трудные времена будет общественное пространство, куда можно прийти». Музей торжественно открыла принцесса Кэтрин. Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром приключенческого фильма «Африканец». «Так что подыщите себе другого пилота, Паттерсон. Жень, в интеллекте вы сильно уступаетесь слонам». «Снимаемся с якоря, идем вниз по реке, пересекаем Атлантику, и через пару месяцев мы на Амазонке. А вы не предполагаете случайно открывать свои филиалы в Южной Америке?» Картина снята в экзотических местах Африки, куда прилетает героиня фильма, чтобы изучить возможность строительства отеля для туристов. Там она встречает своего мужа-летчика, охраняющего заповедник от браконьеров. Они расстались несколько лет назад, но так и не смогли забыть друг друга. Он делает все возможное, чтобы воспрепятствовать уничтожению этого нетронутого уголка природы. Нешуточное столкновение интересов, забавное приключение и настоящая опасность возрождают старую любовь с новой силой. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев французскую комедию, в этот вторник, 18 июля в 21.00 на телеканале «Сочи-24». СООБЩЕНИЕ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»